Продолжаем серию передач. Это разговор о спектакле русского драматического театра «Дракон», который мы начали в прошлой передаче. И мы закончили тогда разговор о том, что постановочная вещь, движение, мимика определяет ритмику и все остальное в спектакле. Но мы говорили о том, что вы, работая с актерами, добивались и в их игре, и в их поведении того же самого. Слушайте приказ! По избежанию эпидемии глазных болезней и только поэтому на небо смотреть воспрещается! Вот о чем я вам скажу. По поводу стилистики всего спектакля, по поводу этих движений, эти немудренные вроде бы декорации, но на сове сделанные скамейки, лавки, которые хоть бей их, хоть разрывай, они не разбиваются. Все, все так, которое превращается и в стену, и в то. И вот я, знаете, что подумал? У нас здесь вот сейчас наверху есть редакция информации, понимаете? И вот у них стоит точно такая же штука, в которую у вас в сцене смотрели на поединок дракона и ланцелоты. Я подумал, что если бы вы на два года раньше задумали этот спектакль, у вас, как у режиссера, этого бы не было вот здесь, в вашем спектакле. Это такая пушка, ну как она пушка? Это труда, куда заряжается. Одноразово исполнено снаряд, он бьет там по танку или почему-то, оно вылетает, и эта штука, все, она уже негодна. Вот у вас получилось, когда они смотрят, это и подзорная труба, это и дуло орудия, которое тоже стреляет. Мы увидели там, ну я увидел случай, не бой дракона, а тот самолет, который подбили, вот точно таким же образом на этой войне. И вот там очень важно для меня было, чтобы вот все эти движения, которые вы придумали, чем точнее они постоянно будут, тем это, ну, красивее. Виктор Анатольевич, я вам очень благодарен. Более восторжен, но я даже сам о себе не мог рассказать. Так вы, наверное, о себе не все и знаете. Вы знаете, я вам скажу, что вот эта сцена, о которой вы говорите, с этими, как бы вот, пушками, дулами, о которой вы говорите, подзорными трубами, это была самая большая проблема. А чего? Я вам объясню, почему. Ну, вот представьте себе, на театральной сцене, на театральной сцене, если мы читаем, допустим, если мы смотрим фильм, там был воздушный шар, если вы помните, да, что-то такое, какой-то воображаемый дракон, и там сцены на воздушном шаре. То есть, возможности кино немножко другие. Как можно показать то, что происходит где-то на небе, где-то там, да, он же на ковре-самолете, да? Да, да. Ланцелот на ковре-самолете. Никакого ковра не показали. Понимаете, я вам скажу, что пока вот не возникла эта сцена, пока она, ну, я не знаю, не родилась, то ли приснилось это, то ли я, я даже сам не помню, каким образом, в какой момент работы над спектаклем, но это задолго до того, как я, я просто понял, что я буду делать. Как будут стоять скамейки, как будут лежать люди, что они будут делать, и какая будет музыка, и тогда я, вот, нужны какие-то ключевые сцены, они, они определяют ценность спектакля. И вот эту сцену надо было сделать, почему? Потому что, если бы вы, сидя в зале, не поверили бы, или сказали, что он там показывает, какой там дракон вверху, какой там ланцелот на ковре-самолете, вас надо было, вас, зрители, надо было увлечь неким зрелищем, в которое бы вы поверили, и поверили, что там что-то происходит. Все, что происходит на небе, вы узнаете из новостей, которые будет освещать личный секретарь господина дракона. Вот это правильно! До добора! Мам, почему не дождите меня? Мальчик, не верите моим дозам, не верите тому, что тебе скажет, если не дождите господина дракона. Я не мальчик! Внимание! Слушайте обзор новостей с поля боя! Бой близится к концу, противник потерял меч, копье его сломано, в ковре-самолете обнаружена боль, которая с невиданной скоростью уничтожает летные силы. Господин дракон не уничтожает врага только из-за любви к войне. Он еще не насытился подвигами и не утромовал чудесами собственной храбрости. Но я вам скажу, опять-таки повезло, повезло, и я буду скоро делать следующий спектакль с этой же командой. Как-то так получилось, что та группа, которая работала со мной над подготовкой, это Богданова, Катя, это Хаитова Ира и Лысенко Елена Александровна, они почувствовали, что я хочу от них. Катя Богданова, она очень четко ощутила те ритмы, которые должны существовать. Вот, и получилось, что они подхватили, подхватили то, что Катя подбирала музыку, Лена делала пластические номера, и они делали очень точно. И вот я по этому поводу вам должен сказать, это уже как человек, который работает на телевидении, вот они так это сделали, что очень трудно обыкновенному зрителю угадать, где музыка, а где уже оформление, звуковое оформление. Вот это счастливый момент, когда работает над произведением команда. Сейчас победите, дракон! Президент вольного города выйдет к вам! Запомните, говорить нужно стройно и вместе с тем задушевно, гуманно, демократично, если хотите. Этот дракон разводил здесь церемонии, а мы смирно! Продолжение следует... И вам право свидетельство, господин президент вольного города, дайте успокоенный долг, отценивайте, отценивайте, отценивайте! Вы споруды, вы споруды, вы споруды! Господин Президент Вольного Города, за время моего дежурства никаких происшествий не произошло. Налицо нацать человек, из них безумно счастливы нацать два. Вольного Валико Старат. Здравствуйте, господин Президент. Граждане наши помнят, что ровно год назад вы убили дракона. Прибежали поздравить? Да что ты! Вот это все крест. Ну, валяйте. Я вас здравствуй, победитель дракона! Вот Танечка здесь, она присутствует. Давайте немножко поговорим о ее работе, потому что, если я буду хвалить ее, то она догадается о моем хорошем к ней отношении, а вы все-таки... Вы знаете, я вам скажу, что я уже когда-то рассказывал, и Таня сказала, но она не совсем точно рассказала наш диалог во время, в то время, когда она пришла. Вот она работает четыре года в театре и заняла достаточно прочную позицию, заняла свою нишу. А когда она пришла в театр прослушиваться, вот, она была менее опытной актрисой, и пришла, в общем-то, достаточно тускленько показалась, что-то прочитала там не очень выразительно, что-то... То ли она боялась, то ли она стеснялась. Я просто говорю, боже мой, маленькое такое несчастье, зачем оно мне здесь, я возиться с ним буду? Вот. И я говорю, Танечка, давайте через год, может быть, вернемся к нашему разговору. И я смотрю, она стоит на сцене, плачет. Говорю, ну что ты плачешь? Ну много театров в Украине, езжай где-нибудь. Вот так было, да? Да, я плакала. Катастрофа. Я хочу работать в вашем театре, ну пожалуйста, возьмите меня. Эх, господи, что же мне с тобой делать? Ладно, на полставки возьму, на полгода, все, если ничего не получится, мы с тобой распрощаемся, чтобы потом не плакала. Хорошо, все. И я вам скажу, за полгода я пришел к ней, я говорю, Танечка, все, я перевожу тебя на полную ставку, ты молодец, ты работаешь. Она чрезвычайно трудоспособный человек, ответственный этот человек. Вот есть люди, для которых театр является, ну, местом работы. А для нее театр – это то место, где она живет. Друзья мои, зачем вы убиваете меня? Это так страшно, как во сне. Когда разбойник занес над тобой нож, ты еще можешь спастись. Разбойника убьют, или ты ускользнешь от него? Ну, а если нож разбойника вдруг сам бросится на тебя? И веревка его поползет к тебе, как змея, чтобы связать по рукам и ногам? Что вы все скажете тогда? Я думала, что вы послушны только дракону, как нож послушен разбойнику. А вы, друзья мои, оказывается, разбойники. Я не виню вас. Вы сами этого не замечаете, но я умоляю вас. Опомнитесь. Неужели дракон не умер, а? А как это бывало, с ним часто обратился в человека. Только на этот раз он превратился во множество людей. И вот они убивают меня. Не убивайте меня. Очнитесь. Растормите паутину, в которой мы все запутались. Неужели никто не вступится за меня? Танечка. Ну вот мне сказал Николай Антонович, ну что я приведу ее, чтобы она здесь на фоне всех этих не театральных вещей что-то рассказала свой монолог. Но когда я вас вчера увидел в спектакле, да, я понял, что если сейчас оператор возьмет очень крупно вот таким образом, только ваше лицо, а вы одна из тех актрис, которая не умеет прятать глаза, а глаза все выражают у актера, если он играет и достоверно, и разумно, и так далее. Если сейчас вот таким образом, вот на эту камеру вы посмотрите, посмотрите, и чуть-чуть произнесете из своей роли несколько фраз. Пожалуйста. Финальный монолог. Друзья мои, Зачем вы убиваете меня? Это так страшно, как во сне. Когда разбойник занес над тобой нож, ты еще можешь спастись. Разбойника убьют, или ты ускользнешь от него. Ну, а если нож разбойника вдруг сам бросится на тебя, и веревка его поползет к тебе, как змея, чтобы связать по рукам и ногам, что вы все скажете тогда? Я думала, что вы послушны только дракону, как нож послушен разбойнику. А вы, друзья мои, оказывается, разбойники. Я не виню вас. Вы сами этого не замечаете, но я умоляю вас. Опомнитесь. Неужели дракон не умер, а? А, как это бывало, с ним часто обратился в человека. Только на этот раз он превратился во множество людей. И вот они убивают меня. Не убивайте меня. Очнитесь. Разорвите паутину, в которой вы все запутались. И неужели никто не вступится за меня? Браво, Танечка. Ну что? Ну что, конечно. Николай Антонович, ну... Вы видели меня крупный план, Николай Антонович. Ну и сказать. Понимаете, какая штука. Мы же на вашей территории, и вы диктуете условия игры. Поэтому, ну что ей оставалось делать? Ах, да. Ну, мы почерпнули все-таки лучшее. Играешь, но понимаете, я привез сюда вам лучшее. Да. А вы теперь его черпаете, это лучшее. Ну и слава Богу. Опять-таки, каким образом не расценивать эту ситуацию? Но я ведь вам сказал, что я работал, там, три года работал над этим спектаклем. Потом, вернее, начинал работать. Потом отставлял работу, потом опять начинал, потом переписывал. Да вы же сказали, судьба же. Ну вот, может быть, да. Ну так, да, планеты, так сложилось. Ну сложно, сложно рассказать зрителю, который сидит сейчас у нас перед экраном, что есть некая такая вот судьба. Да еще и в театре. Ну судьба может быть, ну и не знаю, там, в любви судьба, там еще в чем-то. А вот в постановке спектакля судьба, вроде бы, несовместимая вещь. А вы знаете, это же судьба, это не случайность. То есть во всем судьба может быть. Ну нет, конечно, я с вами не согласен. Происходит такая вещь, когда человек задумал и идет из-под боль, как угодно, идет, 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 идет к тому, чтобы это сделать. Все равно, вне зависимости от того, как стали звезды, но если он талантлив и желает это сделать, он обязательно это сделает. Это получится, даже иногда мимо его воли. Я согласен, но опять-таки я могу сейчас и имею право говорить, что к этому моменту, вот к этому, ну будем считать, успеху, хорошему успеху театра, спектакля, актеров, художников, художников по костюмам, балетмейстерам, постановщикам, пластики, предшествовала достаточно длительная работа. И надо было очень долгое время, годы работать с коллективом для того, чтобы они просто поверили в то, что ты говоришь им, это нужно делать. Понимаете, для меня было в определенной степени страшно. Я думаю, боже мой, я сейчас вызову их на репетицию, а это 40 человек актеров, а текст у 7, а все остальные без текста. Что искать? Таким образом относится заслуженный артист, а там очень много... Который играет в эпизоде. Который играет не в эпизоде, в массовке. И каким образом расставить их на места так, чтобы каждый из них был заметен. Чтобы они не были массовкой, а чтобы они были индивидуальность. И в то же время, чтобы индивидуальность актерская, но в то же время показать некую такую серую, аморфную, безвольную массу людей, которые, по большому счету, реагируют только на кнут и реагируют с удовольствием. Заставить задуматься, но чтобы каждый человек в этой массовке был индивидуальностью. Актер, я имею в виду. Для меня это было достаточно тяжело. И когда... У нас практически не было читок. Да, очень короткий был застольный период. И мы сразу вышли на сцену. Сразу вышли на сцену с декорацией. И я актеру попросил. Я говорю, дорогие мои, пожалуйста, единственная просьба. Наберитесь терпения. Потому что работа будет крайне тяжелая. Вы даже себе не представляете, каково актеру сидеть 3 часа за кулисами, для того, чтобы потом один раз пройтись по сцене. Эти сцены надо было лепить. И он должен запомнить, на какую реплику. Это как в оркестре. Человек сидит, и у него только где-то там в конце симфонии, у него есть 3 или 4 ноты. Вот таким образом надо было составить, ну, или убедить. И надо, чтобы что-то убедить. Убедить актеров. Чтобы актеры все вам поверили. А я вот присутствовал не на репетициях, а где-то вот так. Я почувствовал тогда, когда вы занимались этой работой, что люди верили в этот спектакль. Верили, понимаете. И это какое-то было не одного человека дело, не для одного. Всего коллектива, да. А для очень много. И я вам скажу, я боялся, опять-таки, отношения актеров очень часто странно. То есть, что считается ролью? Ролью считается много текста, постоянное нахождение на сцене, да. Ну, как же вот так вот без 30 страниц текста? Это не главная роль. Да еще в красивом костюме, да еще в центре сцены. Это вот работа. А все остальное не работа. И, конечно же, страшно было, каким образом люди будут относиться и в дальнейшем, не только в процессе репетиции, не только, допустим, во время премьеры спектакля. То есть, можно на каком-то эмоциональном подъеме отыграть, а потом сказать, господи, как это все, не хочется выходить, потому что ты ничего не делаешь. Ты просто делаешь проходки и являешься неким таким визуальным, ну, как бы, небольшой визуальной частью, вот, декорацией для основных актеров. То есть, хорошо, что люди не восприняли так. И вот, насколько я понимаю, спектакль уже идет около года, и очень хорошее отношение, независимо от того, сколько текста, какая роль главная, не главная, но люди приходят и вкладывают душу в это. Это очень важно. То, что я говорю, что создалась команда. И я очень благодарен своему коллективу, я очень благодарен этим высокотворческим людям, которые понимают, что искусство – это не только много текста и находиться в красивом костюме в центре сцены. Искусством можно заниматься и в массе. Что мне делать с вами? Плюнуть на них. Эта работа не для вас. Мы с Генрихом прекрасно управимся с ними. Это будет лучшее наказание для этих людишек. Берите под руку Эльсу и оставьте нас жить по-своему. Это будет так гуманно, так демократично. Не могу. Встать! Да вы что? Встать! Вы же свободные люди. Вы уже год как свободные люди. Встать! Встать! Вы... Вы... Нет, вы не люди. Вы пора не с надо. Встать! Да вы что? Он здесь. Вы должны убить дракона в себе. В себе. Вы это понимаете? Встать! Да вы что? Встать! 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 Восстановили снабдить, но скрипя сердце, господина Ланселота оружием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok